Устранить все выявленные нарушения на рынке Налтонорда поручил премьер-министр. Алихан Смаилов говорил об этом на специальном совещании в правительстве с участием министров и акимов Алматы и области. Еще год назад президент поручал навести порядок на популярном рынке. И теперь, спустя время, им занялись вплотную. Все подробности далее. Об этом рынке не говорил только ленивый. То и дело появлялась информация о нарушениях. Когда-то им владел ИТО, принадлежавший брату первого президента Булату Назарбаеву. Затем Алтонорда перешла в другие руки, но порядок на рынке так и не появился. Например, еще год назад агентство по защите и развитию конкуренции выявило признаки монопольно высоких цен на Алтонорде. А местный ГАСК обнаружил незаконно построенные здания на территории. Дошло до того, что и президент уже потребовал навести порядок в этом мини-государстве. Например, жители города Алматы, где проживает 3 миллиона человек, и его окрестности в основном покупают товары на рынке Алтонорда. Поручаю Акимам Алматинской области и города Алматы совместно с правительством навести порядок на рынке. И вот новое обсуждение рынка на самом верху. Смаилов собрал совещание по крупнейшему торговому рынку Казахстана. Тут собрались представители Акиматов, Генпрокуратура и других госорганов, и, как сообщили на совещании, на рынке размещено более 5000 торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тысяч покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной и мясной продукции и фруктами в Алматы и Алматинской области. Как отметили в правительстве, на рынке создается неконтролируемое олигополие в региональном масштабе. А в результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законов в сферах санитарного, ветеринарного, противопожарного, налогового контроля и так далее. По итогам совещания премьер-министр поручил организовать контроль за деятельностью рынка. До полного устранения всех нарушений на месте также будет работать мобильная группа из числа сотрудников, прокуратуры, полиции, агентств по защите конкуренции, финмониторинга и других уполномоченных госорганов. Параллельно с этим продолжится процесс создания в Алматинской агломерации альтернативных оптово-распределительных центров. Все эти меры позволят снизить влияние рынка Алтународа на ценообразование продуктов как в региональном масштабе, так и по всей стране. Хотя рынок находится на окраине Алматы, территориально он относится к области, Акимат которого прокомментировал нам текущую ситуацию. В рамках поручения премьер-министра Республики Казахстан Алихана Асхановича Смаилова Акиматома области совместно с прокуратурой области и другими заинтересованными государственными органами на сегодняшний день прорабатывается вопрос по созданию рабочей группы для принятия исчерпывающих мер реагирования по незаконным действиям деятельности рынка Алтународа и приведений в соответствии с действующим законодательством. Чтобы снизить влияние одного гиганта, нужны крупные и достойные конкуренты, уверены экономисты. А в правительстве намерены теперь создать альтернативные оптовы распределительные центры, что, по мнению чиновников, позволит сбалансировать торговые потоки и снизить влияние печально знаменитой Алтынорды.